Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Христос воскрес! Воистину воскрес! Сегодня первый день Пасхи. Мы продолжаем делать запись видеороликов по теме «Жития святых во свете Библии», чтобы на все смотреть открытым оком. Вопрос 2096. Но монашествующие все же выходили из своих затворов и показывали, что они истинные служители Христову. Значит, не все же были противниками повеления идти в мир и проповедовать Евангелие. Ответ. Да, Бог иногда вытаскивал закупорившихся из их щелей. И движимые любовью, они были похожи тогда на простых смертных, которые могут любить людей, говорить им о любви Божией, служить немощным. Иоанн 16.9. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, «Прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам». Такие примеры извертка встречаются. Беда еще в том, что потом монашествующие придумали, что епископами могут быть только монашествующие. О, сколько в этой области было тщеславия и карьеризма! Они шли, искали, захватывали, бились за кафедры. Этим добром, в кавычках, «перехлестывает во всех столетиях». Антоний Великий, 17 января. По своей любви и доброй воле преподобный поистине был мучеником, но хотя он и желал пострадать за имя Христова, мученичество, однако, не было ему суждено, так как Господь для пользы своего стада хранил учителя и доставника Антония. Он открыто обнаружил свою преданность святым мученикам, соединенной с узними узами неразрывной любви, прислуживал им, когда они были в оковах, сопровождал их на суд, являлся предлицом учителей и, не скрывая, что он христианин, прямо как бы домогался таким образом пострадать за Христа. Однако никто не осмелился поднять на него руку, потому что так было угодно Богу, хранившему жизнь Антония, которая была полезнее для людей, чем его мученическая смерть. Пахоми Великий, 15 мая. Являлись иногда люди с худым настроением души и с дурными навыками. Замечая, что их нельзя врачевать, но что они могут своим примером развратить других иноков, Пахоми удалял их из своего общежития. Вопрос 2097. Хватит ли у вас сил и мужества противостоять сорока подвижникам? В кавычках. Деяния. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись и не есть, не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. За то, что вы дерзнули пересмотреть так любимые православным народом жития во свете Библии, невзирая на лица и авторитеты, которые вновь предъявят обвинения и доводы вашей неправоты. Ответ. Конечно, хорошо, когда семя сразу же вырастает и нет сорняков. Но когда пожар со всех сторон, и выжигает до тла, и видишь полчища грызунов, и тех, кто натравливает на тебя пьяных слуг соседнего землевладельства и работорговца, тогда руки задрожат. Идеяние 20, 29, 32. Ибо я знаю, что по отшествиям моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь не пристанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья Богу, и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Но уповая на Бога и на молитвы тех святых, которые точно так же переносили такое поношение за обличение распущенности священнослужителей, их насаждение тьмы, их благочестивое, в кавычках, верование во все, лишь бы оно было против Библии. В житиях таких подвижников больше половины, чья деятельность была не по Евангелию, а велась своими силами, как бы являясь вызовом Богу. Ироним Стридонский, 15 июня. Это настойчивое указание, что достижение христианского совершенства невозможно без полного отречения от мира и плоти, отталкивало от него не только язычников, но и многих христиан. Этим обстоятельством воспользовались некоторые порочные члены тогдашнего общества, чтобы обвинить подвижника в лицемерии, распространяя про него всевозможные клеветы и обвинения. Многих смущало и то глубокое уважение, с каким блаженный Ироним относился к Оригену. Такая враждебная настроенность, поставлявшая в вину блаженному Ирониму даже его очевидные заслуги, особенно усилилась после его письма к Юлии и Евстохии, о сохранении девства. Письмо это относится к 383 году. В нем блаженный Ироним обличает и осмеивает нравственную распущенность и религиозную лицемерие современного его римско-христианского общества и преимущественно духовенства. Письмо вооружило против блаженного Иронима буквально всех римских христиан, тем более, что все язычники, отступники и все, кто с ненавистью относились к имени христианскому, ревностно списывали это письмо, потому что оно обесславливало все классы христиан, все степени, все профессии, и всю церковь, подвергая их постыднейшему позору. Во время этой бури негодования, возбужденной помянутым письмом, блаженный Ироним находил некоторый покой в обществе благочестивых друзей, расположенных к нему и уважавших его. Так упрекал впоследствии блаженного Иронима за злополучное письмо его бывший друг Руфин. Так, например, сделанный блаженным Иронимом по поручению Папы Дамаса необходимый и полезный пересмотр латинского перевода книг в Священном Писании, возбудил ожесточенную вражду, потому что он лишал христиан многих привычных и любимых изречений Священного Писания, которые, хотя и были ошибочно выражены по сравнению с подлинным языком святых книг, но вследствие долгого употребления сделались дорогими. Венедикт, 14 марта. В одном из монастырей, подобного Венедикта, был некий нерадивый брат. Во время церковного пения он имел обыкновение выходить из церкви, хотя игумен за это часто его наказывал, он не исправлялся. Узнав об этом, преподобный Венедикт призвал к себе сего инока и, наставив его душеполезную беседу, отпустил домой, но тот все-таки не исправлялся. Тогда сам преподобный отец пришел в тот монастырь и, стоя во время службы в церкви, посмотрел на этого нерадивого брата и увидел при нем беса в образе какого-то черного отрока, который, ухватившись за край одежды того инока, влег его вон из церкви. Преподобный сказал окружавшим его, видите ли, кто влечет того брата вон из церкви? Они же сказали, нет, отче. После этого святой Венедикт помолился Господу, чтобы он открыл их душевные очи. И на другой день некоторые из них увидели небольшого эфиопа, который влек того инока из церкви, и они пересказали святому, что видят. По отпусти церковной службы преподобный отец, ради спасения того брата, переименив свой мягкий нрав на грозный, уже не словами только, но и жезлом, наказал ленивого брата. И этим отогнал от него беса, который, как бы сам, принявший побои, больше уже никогда не возвращался к тому иноку. И он с тех пор совершенно исправился. То есть отдубасил его. И он понял это дело. Вопрос 2098. Как вы думаете, чем вызвано такое предпочтение в житиях девства напротив брачной жизни? Ответ. Сначала посмотрим, учил ли так Христос апостолы. Только в одном месте сказано, что одному легче служить Господу, когда не обременен с житейскими заботами о жене, о муже, и нет скорбей, которые у семейных от детей. 1 Коринфянам 7, 28, 33, 34. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. А женаты заботятся о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Ну вот так сумели такую всемирную агитацию провести монахи против семейной жизни, что их слушатели стали бросать жен, мужей, детей, родителей. И не где-то в верующих семьях. И то, если спасение наше зависит от нашего самопожертвования и самоистязания, то чего не сделаешь ради спасения своей бессмертной жизни, души. Писания люди не знали, а главным источником информации о Царстве Небесном были только монастыри, монахи. Вот они и создали образ Симеона, Столбник, Алексея, Божий Человека. Чем из уверенности, чем непригляднее, чем тягостнее, тем угоднее Богу. Тем более будет благоухание и нетленности в телесах. С Библией учение монахов нигде не соприкасается. А они написали свое кредо и по нему набирали в свои монастыри. И сколько там загублено талантов! Кто мог бы жить нормальной семейной жизнью? Всю жизнь довелись в похоти. И в женском, и в мужском монастырях как житие освидетельствуют. А чего проще было прочитать Священное Писание? 1 Корифтам 7.9 Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Да такие слова апостолы были крамольнее в монастырях, чем архипелаг Гулаг Солженицына при господстве КПСС в союзе нерушимом. Но то рухнуло, а это никак не колеблется. Не поколеблется, похоже, будет до суда. Это бремя непокорства и похоти. Синафон Тиан 26 января Вышедший на сушу, Иоанн рассуждал сам собой так, куда я пойду теперь? Я стыжу сивиться ноги и на глаза людям. Пойду лучше в монастырь, где живут благоговейные иноки. И там поработаю Богу, спасшему меня от смерти. В нищете и смирении лучше, чем в богатстве мира сего. Я думаю, что Бог потому не послушал нас, молившихся к Нему на корабле, что родители наши хотели сочетать нас браком и оставить нам богатства и большие приобретения. Вопрос 2099. По каким признакам Вы находите места в житиях, про которые говорите, что это позднейшие вставки, приписки? Ответ. Все, что говорится о сохранении девства, о уневещивании Христу, о сохранении девства, о бисере девства, о абсолютном преимуществе в деле спасения девственников, особенно в житиях первого века, они сдобрены монашескими мыслями позднейших веков. Что-то еще трудно проверить, так ли было и так ли говорилось, но когда пишут об апостолах, а о том времени нет нигде не за петушки, а только то, что сохранилось в Новом Завете, то откуда же описатель житей черпал свои данные? С потолка кельи и чернильного монашеского пальца? Псалом 118, 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Исайя 8, 20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. Притча 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Откровение 21, 8. Боязливы же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Фекла, 24 сентября. Святые апостолы Павла Варнава, благовествуя миру и Евангелие, проживая в доме не сих пор, они часто посещали синагогу, небоязненно проповедовали Слово Божие, приводили людей ко спасительному пути, и обращали к вере в Иисуса Христа. Тогда многие, внимая их учения, видя знамение чудеса, творимое имя, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. В то время в иконе жила 18-летняя девица, прекрасная с собой, по имени Фекла. Видя чудеса, совершаемые апостолом, Фекла вместе с другими слушала у окна беседы их в доме, а не сих пор, усердно внимая всему, что они проповедовали. На добрую почву пало семя Слово Божие. Действием Святого Духа оно глубоко укоренилось в сердце Феклы и произросло. А она уверовала в Сына Божий, возлюбила его и прилепилась к нему. Всею душою. Павел же по внушению свыше стал беседовать о девстве и соломудрии. Он сказал, между прочим, что отраковица, хранящая ранее любви ко Христу свое девство, подобно ангелам, она невеста Христу, а Христос есть ее жених, вводящий ее в чертог свой небесный. Фекла питалась только словом его. Когда же Фомир, жених ее, лаская ее, хотел насильно обнять и поцеловать ее, она плюнула ему в глаза и вырвалась из его рук, как птица из сети. Тогда мать опять пришла в ярость и снова стала бить ее, а Фомир, сильно опечальный, пошел к князю с жалобой на апостола Павла. Вопрос 2600. Какими признаками руководствуются монахи, причисляя усопших к лику святых? На фоне нетления признаку неугождения Богу, а в иных местах нетления как раз наоборот признак святости. Чем глубже в пустыню шел, тем святее. Ответ очень часто канонизировали вовсе и не мученикам за Христа, в годину гонения-то, а даже и непонятно за что. 1 Коринфян 4.5. «Посему не судите никак преждевремени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мрате и обнаружит сердечное намерение я. И тогда каждому будет похвала от Бога». Григорий Антиохийский, 20 апреля. Святейший Сафроник, патриарх Иерусалимский, дает о нем такое свидетельство. «Такой муж, как антиохийский патриарх, блаженный Григорий, достоин сопричисления к лику святых и преподобных. Он против воли был взят на патриаршество и проводил святую жизнь на Христе Господе нашему». Иоанн Рырский, 19 октября. «Достигнув глубокой старости, Иоанн в мире окончил жизнь свою, удостоившись вечного блаженства на небе и был погребен своими учениками. Спустя немалое время Иоанн явился ученикам, повелевая перенести его мощи в город Средец. Открыв гроб, они увидели тело Иоанна целым и нетленным, источающим благоухом, и прославили осемь Бога». Иоанн, 18 октября. Молва о святом подвижнике скоро достигла дослуха людского. И вскоре к Иоанну собралось много лет из желающих проводить свою жизнь под руководством и по примеру жизни святого. И спросив позволения у святого отца, они поселились около его пещеры в палатках, сделанных ими, и стали подвязаться под руководством мудрого наставника. Недолго прожил вместе с пришедшими святой Иоанн. Желая проводить жизнь в полном уединении и молитве, он оставил братьев и удалился за пятьдесят верст вглубь пустыни, где и стал проводить вполне уединенную жизнь. И только изредка ради научения приходил к оставленным братья. Дроссида 22 марта Сказав эти слова, святая Дроссида сняла с себя знаки своего царственного достоинства и тихо вышла из своего заключения, так что никто из стражей не заметил ее. В то время, когда она шла, чтобы ввернуть себя в одну из печей, то размышляла, говоря про себя, как я пойду к Богу, не имея на себе брачной одежды, то есть не приняв крещения, ведь я не чиста. Но царствующий в Господе Иисусе Христе, ради Тебя я оставил мое царственное положение, чтобы Ты удостоил меня быть хоть привратницей в царстве Твоем. Крести же меня Ты сам Духом Твоим Святым. И, сказав это, святая Дроссида вынула мира, который из всех сокровищ своих взяла с Собою и помазала им все члены Свои, а потом вошла в воду протекавшего на ее пути ручья и сама крестила себя, произнесши слова «Крещается раба Божия Дроссида во имя Отца и Сына и Святого Духа». После всего, предавшись строгому посту, она в течение семи дней открывалась. В это время ее нашли некоторые христиане и из ее рассказов о себе узнали все вышесказанное. На восьмой день после крещения святая мученица, помолившись, сделала то, что раньше задумала и так отошла ко Господу. Сама вошла в огненную печь и сгорела. Александр Невский, 30 августа. Такое же впечатление произвел величественный образ благоверного князя Александра и на страшного завоевателя Руси Батыя. Что же касается русских людей, современников святого Александра, то они, описывая внешний вид своего князя, подобно немецкому рысалю, не могли подыскать сравнений с современной жизнью. По красоте они сравнивали благоверного князя с патриархом Иосифом, которого фараон поставил начальником на всей египетской страной, поселились в отказоветнем судьею Самсоном, по уму царем Соломоном, по мужеству и военным доблестям с древним римским императором Веспасианом. Когда благоверный князь говорил с народом или отдавал приказания своим воинам, то, замечает современник, описатель жития князя, его голос звучал как в трубах. Вопрос 2101. Отчего могло возникнуть мусульманство, если в аравийских пустынях были подвижники, работавшие Богу, или были позднее случаи обличения святыми нечестия мусульман? Ответ есть места Писания, которые им нужно просчитать. Иоанн 4,12. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Иоанн 3,36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Им нельзя было не появиться, потому что монашество проложило путь им, оскопив проповедь, вобрав самое живое, самое ревностное. И потому на эту пустоту, на неевангелизированное пространство пришло новое учение плотское. А если бы все эти силы были брошены на просвещение пустынных жителей, то вся Аравия припала бы к ногам Христа, как Индия к ногам Фомы. Но потом это забыли и ушли в пустыню, и пришли новые пророки с мечом. Не хотели потрудиться с мечом духовным, вот и пришли на их место лютые мечи, и пришлось уходить дальше в горы, а потом и горы оставить. Но так ничего и не поняли. Хватаются за монастыри, это какое-то жуткое очарование, как под гипнозом. А вот из житей что можно привести им? Кирилл, 11 мая. Ваша же вера и закон, продолжал Константин, не имеют никакого неудобства. Они подобны не морю, но малому ручью, который может перепрыгнуть всякие, и великие, и малые, без всякого затруднения. В вашей вере и вашем законе нет ничего божественного и богодухновенного, но только человеческие обычаи и плотские мудрования, которые можно без труда выполнить. Ведь законодатель ваш Магомед и не дал вам какой-либо трудной выполнимой заповеди. Он даже не отпратил вас от гнева и беззаконной похоти, но разрешил все. Поэтому вы все однообразно выполняете ваш закон, как данный по вашим прихотям. Спаситель же наш Христос поступил не так. Сам Он причистый, источник всякой чистоты, желает, чтобы рабы его жили свято, отдаляясь от всякой похоти и чистой присоединялись бы только к чистым, так как в его царстве, Матфея 19, 12, 12. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит. На это Константин отвечал краткими словами, разве нехорошо поступил Бог, когда отверг неугодный ему царя Саула и из числа пастыр истат избрал по своему сердцу мужа Давида. После этого один из главных советников Кагана, знающий хорошо нечестивое ущение Магомета, спросил философа, скажи мне, гость, почему вы не почитаете Магомета? Ведь он весьма хвалил Христа в своих книгах и говорил про него, а девы сестры Моисея родился великий пророк, который воскрешал мертвых и великой силой и стрелял всякую болезнь. Сестра Моисея Мариам и Богородица между ними 1600 лет, а Магомет считал, что они родные сестры. Ну, какое же откровение-то? Пусть рассудит нас сам Каган, сказал философ. Скажи мне, если Магомет есть пророк, то будем ли мы верить Даниилу, который сказал, что со Христом прекратится всякое ведение пророчества? Как же после этого он может быть пророком? Поэтому отвергаем Даниила. На это многие из присутствующих сказали, мы знаем, что Даниил пророчествовал Духом Божиим, а Магомет еще знаем, что он лжец и губитель спасения многих. Тогда первый советник Кагана обернулся из сторону к Иудеям и сказал, с Божьей помощью гость поверг на землю всю царасинскую гордость, а вашу, как скверну, выбросил вон. Все сказали аминь. После этого философ со слезами на глазах обратился ко всем и сказал, братья, отцы, друзья и чадо, вот мы с помощью Божьей разъяснили и ответили на все по достоинству. Если же и теперь кто из вас не понял чего-либо, пусть придется спрашивать меня об этом. Кто послушает сего учения, тот пусть крестит Твоим Святой Троица. Кто не послушает, я не буду иметь в этом греха, он же увидит свой грех в судне. Когда судья ветхие днями сядет судить все народы. На это Хазары с Каганом ответили, мы не враги себе, и так постановляем. С этого времени кто хочет и кто может, пусть обдумавший приступает к окрещению. А кто будет кланяться на запад, язычники, или совершать еврейские молитвы, иудеи, или содержать сарасинскую веру в Магометане, тот примет скорую смерть. Георгий Новый 27 мая. Скажите мне, могу ли я веровать Магомету, который не был послан ни богом, ни божьими пророками, ни апостолами, но был простым военачальником полка сатанинского, нося с собой хорубь дьявола. Вот вы и сами не знаете, во что вы веруете. Вы сами отступили от пути истинного. Вопрос 2102. Судя по церковным календарям, получается, что вы святые, легче попасть в монашестве. А в действительности кого больше на небе? Простых верующих или тех, кто отрекся от мира и всю жизнь подвязался в посте и молитв в подвигах иноческих? Ответ. Кого на небе больше? За это могут ответить только ангелы Божьи. Но у меня с ними такой приватной беседы ни разу не было. Сам ни разу туда не был восхищен. После страшного суда те, кто там будет, смогут видимо узнать. Но вот какая статистика по календарю за 1994 год Московской патриархии. Апостолы это за год 98, благоверная 38, блаженная 27, великомученики 21, исповедники 8, праведники 25, преподобные 628, преподобномученики 83, равноапостольное 16, пророки 27, святые 20, святители 188, священномученики 136, мученики 1246, отроки 1, правоверные 2, монашество это изобретение было навязано церкви только в 4 веке. Гонения прекратились, мученики почти исчезли. Пошли почти одни монахи, а они сами себя и канонизировали. Попали не из монахов, а по святые редкие единицы. Это или князья благоверные, или юродивые из простолюдинов. 1 Коринфянам 4-5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. На суде Божьем может оказаться, что все будет совсем по-другому. И те, кого канонизировали, окажутся слева, а кого анафиматствовали, будут справа. Говорю, не в веритиках, а в членах с теркой Христовой только. Премудрость Соломона 5-1-7 Тогда праведник с великим дерзновением встанет перед лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его, а они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся. В неожиданности спасения его, и раскаиваясь, и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе, это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчи и поругания. Безумные! Мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. Как же он пришли к сынам Божьим и жребию со святыми? Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды и светил нам, и солнце не озаряло нас, мы преисполнились делами беззакония и погибли, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господни не познали. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok